Просто засыпали небольшую протоку, и мы оставляем эту часть справа от себя. Слева, впереди пока, Королевский дворец. Мы будем более подробно говорить о нем чуть позже. А вот справа мы уже видим парламент, шведский парламент Ригсдаг на небольшом острове. В 1970-е годы занимались строительством гаражей для членов парламента, рыли фундамент и обнаружили стены крепостной стены средневекового периода и прочие очень интересные артефакты. Поэтому пришлось, не пришлось, а организовали здесь с удовольствием музей средневекового быта Стокгольма. Он работает бесплатно, там можно побывать вот справа от нас на территории небольшого острова. Ну а члены парламента совершенно безболезненно согласились на строительство гаражей для себя в другом месте. Здание парламента было построено в начале 20 века, однако напоминает средневековую постройку. Массивные колонны, пилястры, ростованный фасад. Все это производит впечатление созданного из гранита. На самом деле оптический обман, потому что этот декор создан из пластика и раскрашен под гранит. Под аркой парламента справа от нас начинается очень важная для туристов улица. Улица Королевы. Вот она пешеходная со множеством магазинов и бутиков. Дроттинг-Гаттен. Необычные королевы, не просто королевы, а королевы Кристины. Дочери Густава II Адольфа, которая добровольно отказалась от королевского трона. Уж очень не устраивали королеву интриги двора. И возглавляя государство около 10 лет, она решила, что ей лучшим остаток жизни прожить простой гражданкой. Она приняла католичество. Это было недопустимо в лютеранской Швеции. И прожила 36 лет после отречения от престола в Риме. Похоронена в соборе святого Петра в Риме. А мы с вами сейчас перемещаемся по той дороге, которая служила финишной прямой для многих шведских королей. Ведь от королевского дворца короля ушедшего из жизни затем переносили на рыцарский остров. И вот мы имеем возможность пока полюбоваться шпилем рыцарской церкви. Ридер Чурка на нашем фоне, в нашей панораме, вернее сказать, усыпальница шведских королей. И наша первая остановка будет на этом небольшом острове. Есть информация, что на этом острове проживает один-единственный человек. Когда-то здесь проживали серые монахи. И был монастырь францисканский. Но после того, как в стране победило лютеранство, монастыри закрывались повсеместно. Монахи были изгнаны с этого небольшого острова. Монастырь разорен. А по итогам 30-летней войны Густав II Адольф раздавал своим дворянам земли в самых престижных местах. И земли на этом острове также были отданы дворянам. Абсолютно тихий, безлюдный остров. И только туристы нарушают тишину этого острова. Здесь мы сделаем первую остановку. Выйдем на набережную, полюбуемся панорамой Стокгольмой. Поговорим о храме. И затем вернемся в автобус. Поговорим о храме. Поговорим о храме. Господа, давайте оставим для себя 15 минут. Ровно через 15 минут соберем...